в общем сегодня все будет просто на прошлой лекции был была история про 2pl типа нам без локов так или иначе консистентность выполнения транзакции не обеспечить и кроме того там если еще позапрошлую лекцию копнаешь которую гоше рассказывал то без локов не обеспечить река виробилити как свойство да то есть у тебя без локов в журнал может записаться что-то что потом при проигрывании приведет к другому состоянию то есть есть две задачи которых это все нужно вот ну и соответственно вот эта система которую мы разбираем и сегодня будет немножечко про всякие расширенные штуки которые бывают с локами а именно здесь все написано про то как какая бывает иерархия локов дедлоки скорее всего сегодня не успеем посмотреть значит как за блоками бороться насыщение тоже скорее всего не успеем сегодня но посмотрим как пойдет значит в чем смысл простейший значит простейшая история с блокировками что есть чтение есть записей и соответственно для чтений мы можем организовать множество чтения одних и тех же данных соответственно значит а для записи у нас запись конфликтует с чем угодно с чтениями сама собой то есть в простейшем случае у нас вообще нет различия как мы работаем с объектом в таком тривиальном ну например операционная система она у нее нет концепции там что нам читаешь какой-то ресурс или пишет допустим у операционной системы там планировщики есть там память какие-то полоса ввода вывода и так далее то есть это это ресурс вот вас данных появляется понятие как бы формата работы с ресурсом соответственно чтобы понять как это работает нужно там представить себе вот почему здесь отдельно отдельно изображено соответственно concurrency контроля отдельно lock table то есть lock table вполне себе такой осязаемый объект который не существует пока значит база не запущена и если никаких запросов нет то это пустая таблица да и значит это таблица в которой содержит текущую информацию локах соответственно выполняющиеся запросы то есть допустим мы читаем там у нас есть табличка значит вот в ней там 10 строчек соответственно эти 10 строчек лежат на диске мы читаем там девятую строчку вот в лог таблицы будет запись о том что девятая строка данный момент то есть в лог таблицы будет одна запись что мы девятую строчку читаем и в лог таблицы будет соответственно эта запись она представлена но он там может быть разный формат может быть лог таблицы прибиток гвоздями к там где-то какому-то хэндлу оперативной памяти для физической таблицы может быть отдельная глобальная большая лог таблица для всех физических таблиц ну например это будет какой-то хэш в оперативной памяти в котором будет айди таблицы значение первичного ключа и собственно значение лока вот а здесь дальше в этой лог таблицы еще содержится так называемый waitlist да то есть список ожидающих лока вот то есть в общем то для того чтобы как бы это реализовать используются вполне себе простые конкретные средства там хэш таблицы в которой содержится текущее значение блокировки а вот эта матрица совместимости да она позволяет уже при работе с этой лог таблицы разрешить как противоречие да вот у нас в данный момент есть здесь значит владелец этого ресурса который захватил эксклюзивный лог а в waitlist у нас появился еще один товарищ который хочет там допустим взять не эксклюзивный лог да вот мы смотрим на эту матрица совместимости гага значит не эксклюзивные несовместим с эксклюзивным и оставляем его в waitlist и вот потом значит текущий владелец лока уходит мы разбираем значит здесь у нас место освобождается мы разбираем waitlist там смотрим кто там следующий и так далее вот примерно такая стратегия реализации когда множественных локов вот но соответственно прежде чем там разбирать то какие случаются аномалии при работе вот такой там таблицы локов хочется рассмотреть именно что можно придумать вот сейчас где блоком вернемся что можно придумать чтобы как-то сделать сейчас давайте вот нас с этого начнем значит чтобы чтобы сделать всю систему чуть более там пропускную повысить пропускную способность то есть у нас когда всего два типа лока допустим у нас ну что может произойти может быть много много читателей один всего лишь писатель до писатель захватил лок на таблице это x-лок эксклюзивный но рид и в райт с и икс это такие взаимозаменяемые понятия то есть шеред эксклюзив рид и райт да понятно что в райт это эксклюзив вот а рид это шеред соответственно представьте что у нас куча там ожидающих пока этот райтер освободит лок значит мы можем там теоретически после того как это место место освободилось взять весь этот лист ожидания и все шеред локи сразу удовлетворить да то есть всех читателей сразу пустите на выполнение на не все совместимы между собой возникает тогда следующая история а что произойдет если пока вот здесь вот я слог вот у нас здесь как бы допустим сто пятьсот мембров мы эти сто пятьсот мембров сразу удовлетворили вы вынули их из очереди ожидания они сразу все побежали выполняться и у нас сюда приходит еще рид локи допустим у нас много селектов вот и селекты постоянным потоком здесь какие-то уже отваливаются они заканчивают пользоваться этим рекордом или ну допустим это как бы про грануля гранулярность не поговорили у нас как бы интуитивный рекордом теоретически это может быть локоней на рекорд и на всю базу целиком или на отдельную таблицу ну закончили пользоваться ресурсом вот значит что нам делать вот здесь у нас есть какие-то шар от и здесь есть какие-то шар от можем их удовлетворить или нет соответственно ну не удовлетворять их было бы жлобством потому что так сказать ну как бы локи совместимы вся идея иначе не работает да то есть она работает только в пол силы то есть мы грубо говоря их удовлетворяем только когда x уходит а вот если их удовлетворять то получится другая проблема а именно то что если здесь есть начинается миксы и x и с в очереди ожидания то будет так происходить следующее что с у нас будет проскакивать а x у нас будет копиться вот x и будет копиться 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 соответственно эта ситуация называется голоданием потому что ну мы не обеспечиваем честности в обработке запросов то есть запрос может допустим на x прийти пораньше чем запрос на s но s окажется удовлетворенным раньше чем x вот это нечестный порядок выполнения соответственно что там дальше как бы для этого можно придумать вот во первых сами шаги по достижению так называемой честности да то есть мы допустим можем сделать следующее если у нас в очереди ждания есть x хоть один то мы уже этот x он как бы запирает очередь и все с локи они становятся в очередь после него это одна стратегия вторая стратегия это придумывать как сделать так чтобы у нас было больше режимов совместимости ну например вот у нас есть ситуации когда который мы сегодня вот в парадигме эксклюзив и шарет можем разрешить только с помощью эксклюзив то есть предположим что мы вот эту историю с обновлением значит одного и того же поля там присваиванием поля каком какого-то значения да то есть вот по идее обновление это всегда эксклюзив лог но мы можем рассмотреть такие операции по своей семантике которые в целом они не являются они не позволяют нам читать из таблицы то что они несовместимы шары да ты такие обновления которые совместимы между собой можно предположить что у нам одну и ту же строку можем обновлять совместимым образом из нескольких транзакций вот и для этого допустим можно ввести один отдельный специальный тип лог да то есть вот его профит заключается в том что он соответственно совместим сам собой допустим эксклюзив он не совместим сам собой а апдейт лог он совместим с собой но не совместим ни с чем другим и тогда у нас множество апдейт операции также может быть может быть похожая ситуация то есть когда за один так сказать за одну смену владельца мы удовлетворяем ресурсом удовлетворяем сразу множество множество логов множество ожидающих вот то есть конкретный пример когда это может случиться когда можем придумать такой лог это значит когда мы но тот же инкремент до множество инкрементов может выполняться сразу присваивание множество присваиваний сразу конкурентом присваивание разных полей операции с разными полями то есть мы все можем представить как апдейт локи они несовместимы с тем с тем же эксклюзивным там который мы ввели просто на на все остальные случаи не совместим с чтениями потому что они реально модифицируют данные но совместимы сами собой соответственно что еще у нас возникает да с чем еще у нас в этой истории можем столкнуться вот у нас есть какие-то ресурсы таблица локов она выглядит как соответственно как допустим две записи в ней здесь ключ единица здесь ключ двойка да и случае если мы не можем получить в транзакции какой-то из ресурсов мы там встаем в лист ожидания вот соответственно дедлок формально это взаимное ожидание нескольких транзакций да вот значит есть специальные типы блок блоков которые например позволяют уменьшить количество дедлоков тут прежде чем я об этом рассказать о таких лок давайте сразу них там поговорим вот один из таких типичных ситуаций когда может возникнуть допустим дедлок это соответственно что что может происходить мы взяли шар и блок на какой-то ресурс потом попробуем взять эксклюзив лок на другой ресурс соответственно другая транзакция может делать то же самое в противоположном порядке возникает взаимное ожидание можем поступить иначе можем взять сначала шар и блок на этот ресурс а потом на этот же ресурс попробовать взять эксклюзив лок соответственно если две такие транзакции которые начинают с того что берут шары блок на рису на на запись там с этим ключом а потом пытаются обновить его до эксклюзив сразу возникает взаимный блок хотя транзакция в принципе очень простая да то есть вот все что она делает и сначала читает потом пишет одно и то же значение и для того чтобы предотвратить вот такого рода ситуация тоже в матрицу совместимости локов то есть в правила которыми мы мы значит руководствуемся при разрешении конфликтов можно ввести промежуточный вид шар и тлока то есть это не совсем эксклюзив но уже не шар от апгрейда блок который как говорит нам как работать с очередью ожидания и значит какая идея этого апгрейда блок а два апгрейда блок а несовместимы между собой то есть если мы знаем что в будущем мы планируем наш шар и режим работы с объектом повысить до эксклюзив мы заранее об этом сообщаем когда мы получаем свой апгрейда блок вот здесь вот у нас you у нас этот апгрейда блок он совместим с шар блоками там шар блоки мы знаем они не собираются апгрейдиться ничего не не страшно но не совместим с апгрейдом блок апгрейда блоком таким же он сидит в очереди ожидания и не совместим с эксклюзив естественно эксклюзив не совместим ни с чем после этого мы доживаем до момент когда апгрейда блок настало время повысить до эксклюзив. Мы дожидаемся, что все шары блоки отпускаются, но все текущие транзакции завершаются, и мы гарантированно можем этого дождаться, потому что они не собираются ничего обновлять и на нас лочится не будет. Потом спокойно меняем свой апгрейдаблллок на x, завершаем там свои дела и отпускаем уже x-лок. Вот такая идея апгрейдабллллока. У меня вот насколько, если говорить о конкретных реализациях, где это используется, то у меня в опыте это MySQL, до сих пор он так работает, но это лог не на данные, а на метаданные, соответственно лог служит следующей задачей. Значит, когда мы в MySQL меняем метаданные таблицы, то есть это либо удаляем ее, либо делаем alter table, либо truncate, lock table и так далее, то есть вот такого рода. Мы берем специальные локи. Соответственно, эти локи служат, нужны для того, чтобы пока мы меняем это определение от заголовок таблицы, значит никто не прочитал какие-то грязные вот эти мутирующие данные таблицы. Но для таких долгих операций, типа alter table, которые потенциально перестраивают всю таблицу, эксклюзивно ее лочить не оправданно, потому что, ну в общем представим себе, что нам нужно добавить столбец в таблицу во время работы 24 на 7, и это пока вся таблица не перестроится, выключают всех клиентов. Так не делают. Поэтому делают что? Делают, берут лок на таблицу, который как раз является таким специальным upgradable локом. Начинается с того, что он предотвращает, значит, какие-то другие DDL операции с этой таблицей. То есть он несовместим, условно говоря, с эксклюзив локами. Пока этот лок держится, создается копия таблицы, ну, осуществляется перестройка формата данных. Допустим, мы добавляем или удаляем столбец, добавляем или удаляем индекс. После того, как уже все под капотом сделано, и параллельно с этой работой могут спокойно проходить разные демо или операции, то есть вставки, удаление данных, мы обновляем наш upgradable лок до эксклюзив. Соответственно, добиваемся того, что все транзакции перестают работать уже с этой таблицей. Но это очень краткосрочный период времени. Мы просто дожидаемся завершения всех активных транзакций. И потом достаточно быстро, то есть это уже там ни минуты, ни часы, может быть, в пределах миллисекунд. Меняем, соответственно, старое определение таблицы и новое. И у нас в режиме X, соответственно, то есть мы обновляем upgradable лок на X-лок. И после этого меняем содержимое. Ну, то есть где-то нам достаточно в конечном итоге переименовать два файла или переставить два указателя там концептуально для того, чтобы подменить одно на другое. И потом отпускаем лок. Предположим, что мы бы так вот не поступали. Тогда из-за дедлока мы могли бы просто потерять огромное количество работы, выполненное в процессе ребилда. То есть мы таки делаем ребилд, потом дошло время до апгрейда лока. Мы пытаемся захватить эксклюзив, встаем в какое-то ожидание, это ожидание ничем не завершается. Вся наша работа, ну, транзакция оборвется, вся наша работа теряется. Вот. Это, соответственно, тоже прикольный способ, так сказать, расширить матрицу, матрицу совместимости. Вот. Теперь еще пару слов про дедлоки. Значит, классический способ поиска дедлоков — это так или иначе построение графов ожидания. Графов ожидания. Вот у нас есть эта таблица локов. Ее можно, на самом деле, за счет этого wait-листа концептуально, ну, она не сильно отличается от графа, просто она представлена хитрым образом. То есть в таблице, так или иначе, какие есть участники. Есть транзакции, там, t1, t2, да, да, и есть объекты, там, ну, назовем их, там, o1, o2 и так далее, o1, o2 и так далее. То есть, соответственно, таблица в данном случае организована по объектам. В каждом, значит, entry таблицы, в каждой строке таблицы список транзакций, которые работают с объектом, да. Но с тех же всех можно смотреть, что эта вся штука организована по транзакциям, и объекты — это просто средства, это дуги, через которые транзакции связаны между собой. Вот когда мы 2PL доказывали, мы похожим же образом, значит, лист зависимости транзакций строили. То есть, если мы видим, что транзакция вот эта, она ожидает вот этого лока, а этот лок в данный момент захвачен там другой транзакцией, то мы видим, что есть дуга между этими двумя транзакциями, да. То есть, для того, чтобы определить наличие дедлоков, нам нужно построить граф зависимости между транзакциями, граф ожидания, да. Если в нем есть цикл, то это дедлок. Вот, проходя по этой таблице, мы такой граф можем построить, в принципе. Ну, единственная наша задача — это при построении этого графа делать такие ранние отсечения, потому что часто мы можем, если, ну, то есть, ну, что я здесь имею в виду? Допустим, мы итерируем по таблице сверху вниз, просматриваем ее построчно. Видим, что здесь есть ожидание, да. Включаем эту дугу. Вот, значит, потом видим какое-то другое ожидание. Опять же, включаем дугу. Видим, что если есть дубликат, то нам нет смысла, поэтому, то есть, если эта дуга уже присутствует, то нам нет смысла повторно… Нет, неправильно рассказываю, неудобно. Лучше вообще это вырезать. Давай начнем сначала. Вот, предположим, что есть таблица. Таблица ожиданий. Она концептуально может быть представлена как, соответственно, список объектов и список транзакций. В каждом объекте ассоциирован список транзакций, связанный с ним. И либо как список транзакций, которые связаны между собой как-то через объекты, которых они ожидают. Вот, в целом, для того, чтобы дедлог определить, можно как бы поступить брутфорсом. Можно взять и построить граф зависимости транзакций, да, как они зависят друг от друга через эти листы ожидания. На самом деле, так не поступают, потому что, в целом, нет задачи определения дедлога в каждый момент времени. Это достаточно дорогостоящая операция. Она, для того, чтобы его определить, нужно, там, в целом, это n-квадрат, ну, большой это n-квадрат сложность, но на самом деле это количество транзакций, количество объектов. То есть нужно обойти эту таблицу, все, да. Поэтому что делают? Запуск дедлога, в принципе, делают только в те моменты, когда какое-то ожидание намечается, да. Вот мы вот в этой транзакции собираемся сейчас встать в очередь в лист ожидания. Тогда, перед тем, как встать в лист ожидания, ну, непосредственно сразу после этого, мы что делаем? Мы говорим, что у нас вот транзакция Т2, которую мы сейчас ставим в очередь, она зависит от транзакции Т1, которая в данный момент владеет ресурсом. И мы от этой транзакции Т2 начинаем лист ожидания раскручивать. Мы смотрим, а транзакция Т1, она вообще сейчас работает или она тоже где-то чего-то ждет? То есть вот Т2 мы написали в дугу в Т1, пытаемся найти в таблице в этой Т1. Если Т1 есть таблица, она чего-то ждет, мы, значит, рисуем следующую дугу. Нашли, что она ждет Т3, смотрим, кого ждет Т3. Вот таким вот образом раскручиваем этот лист ожидания. При этом, соответственно, когда мы это раскручиваем, у нас могут быть дубликаты дуг. То есть вот Т1 может оказаться, что он ждет Т3 по целому ряду, как бы прямо и косвенно. Например, вот это прямой ресурс, а вот это через другую какую-то транзакцию, он тоже может ждать Т3. И единственное, что при таком построении нужно сделать, это минимизировать работу по построению этого графа. То есть пытаться оптимистичным образом найти существующий путь из Т2 к себе. Соответственно, так работает классический дедлог-детектор. Там есть разные штуки, которые позволяют это ускорить. Рандомизация, как я уже сказал, более такой обход этого графа, значит, эффективный. Но тут о чем стоит, в принципе, задуматься, это вообще зачем это все нужно. Почему бы не сделать так, чтобы дедлоги не возникали вообще? И в принципе существуют техники, которые позволяют дедлогов избежать. И во всех случаях, когда эти техники применимы, ими стоит пользоваться. Здесь я перечислил парочку. Вот это все лирическое отступление было к тому, что сложный алгоритм поиска дедлогов по таблице ожидания можно в принципе не использовать, если что. Один из способов это локордеринг. Значит, евристика очень простая. Если мы знаем, что все локи берутся в каком-то определенном порядке. Допустим, мы никогда не берем лок сначала на ключ 10, а потом на ключ 1. То есть ключ 1 всегда мы берем первым. То есть мы этого можем добиться, если заранее знаем список ресурсов, которые нам понадобятся в транзакции, отсортировали, допустим, эти ресурсы каким-то предсказуемым способом. Например, лексикографически, по возрастанию. И берем локи строго в этом порядке. Берем локи в одном и том же порядке. Гарантированно тот, кто в данный момент пытается захватить лок, если он наталкивается на уже существующего владельца лока, то этот владелец лока точно не будет ожидать его. Он будет ожидать какого-то другого владельца, который в свою очередь владеет ресурсом лексикографически, более там, который стоит ниже или выше, непринципиально, по порядку сортировки. Второй способ избежать дедлока в принципе, это вот такая простая тоже техника try and back-off, когда мы в целом никогда не ждем с локами. Если нам так случилось, что мы, значит, должны встать в лист ожидания, мы прежде чем в него встать, отпускаем все свои локи. Не всегда это возможно, потому что 2PL при этом нарушится. То есть фактически мы должны рестартовать транзакцию. Но можно рестартовать транзакцию. В некоторых случаях реально просто уже взять список изменений транзакций, где-то их прикопать, этот список изменений, потом его заново перепроиграть. Ну, алгоритм банкира – это похожая история на локордеринг, но он очень простой, совсем простой. Если мы не можем взять все локи, все нужные нам ресурсы сразу, то мы как бы в целом не запускаем транзакцию. То есть транзакция, когда она уже запускается, она сразу запускается со всеми необходимыми ресурсами. То есть это такое расширение локордеринга. Последняя проблема, которую я бы хотел в этой лекции рассмотреть, это то, каким образом обеспечить локи, если мы по каким-то причинам не хотим всегда держать лок на самый низкий объект, на самый детализованный объект. О чем здесь идет речь? Ну, вся модель была устроена таким образом до этого, что есть только какие-то рекорды, которые мы лочим. В реальности у нас есть база данных, в базе данных есть таблица, в таблице уже есть, могут быть, например, страницы, много страниц, а внутри одной страницы уже могут быть рекорды. И здесь есть две проблемы. Что нам делать, если у нас есть наш локменеджер, который позволяет работать с индивидуальными строчками, вот этими маленькими объектиками, а нам нужно захватить все объекты целиком. Брать, если локи на абсолютно все, то, во-первых, у нас может быть огромная таблица локов в оперативной памяти. То есть мы должны будем в эту таблицу поместить просто все содержимое базы данных. Соответственно, хочется какой-то способ взять лок на базу данных целиком, или на таблицу целиком, или на страницу. Второй вопрос — это просто, если мы хотим оптимизировать нашу таблицу в оперативной памяти. Допустим, мы читаем данные из таблицы итератором, и последовательно этот итератор просматривает строчечку за строчечкой и берет на все это локи, все замечательно. Но мы точно знаем, что все значения в этом диапазоне, они уже прочитаны, нам нет смысла держать все эти локи. По идее, всю эту информацию можно было бы представить несколькими локами. на более крупные объекты. То есть такого механизма укропнения тоже хочется иметь. Для этого используется несколько таблиц и достаточно простые техники, когда мы совмещаем локи разных типов, и за счет этого добиваемся как низкой гранулярности локов по желанию, так и высокой. То есть как это может работать? Вот у нас есть наша табличка для рекорд-левел локов, то есть здесь в рекорд-левел локах у нас есть, допустим, ключ и тип лока, xls и лист ожидания. Помимо этой таблички для рекорд-левел локов, мы еще содержим табличку для тейбл-левел локов. И в тейбл-левел локов у нас принцип тот же самый. У нас, значит, есть имя таблицы, там T1, T2. Вот. Дальше, собственно, тип лока, x, там, допустим, или s, и лист ожидания. Вот. Но если у нас транзакции, которые работают только с строчками, они будут работать только с этой таблицей, а транзакции, которые работают с таблицами, то есть они хотят весь объект целиком, а не только с этой таблицей, то локи ничего друг про друга знать не будут, это будет неконсистентно. То есть таблица будет жить как бы сами по себе. Поэтому помимо содержания этих двух таблиц, вводится еще простое правило, что все транзакции, которые работают с более мелкими объектами, сначала берут лок на более крупные объекты вот в этой таблице. Вот. Если, соответственно, у нас есть целая иерархия объектов, то есть база данных, таблица, страница, рекорд, то таких таблиц становится много, и правило также расширяется. То есть предположим, что мы хотим прочитать какую-то строку в таблице T1. Мы сначала берем определенный вид лока, вот как на этой, соответственно, на слайде изображено, на таблице T1, а потом уже берем нужный нам лок на строку. Соответственно, как эти локи называются, локи, которые мы берем на более крупный объект, называются intention локи. И здесь вот есть матрица совместимости для intention локов и обычных локов. То есть если кто-то потом хочет прийти и залочить всю таблицу целиком, то он берет свой обычный лок, но уже на более крупный объект. А этот лок будет удовлетворен или удовлетворен в зависимости от наличия, допустим, в листе ожидания и в списке грантованных локов на данный объект intention локов. То есть если мы, допустим, пишем какую-то строку в таблице, мы берем intention лок на таблицу. Это как бы сигнал того, что в данный момент с индивидуальными строками данной таблицы идет работа. Соответственно, то есть intention локи совместимы даже между собой, потому что, по сути, все для чего они нужны, это позволить потом все эти intention локи выпилить, когда нам нужен лок на всю таблицу целиком, и предотвратить голодание, соответственно, той транзакции, которая пытается захватить лок на более крупный объект. То есть представим себе, что у нас огромное количество intention локов на более крупный объект. Приходит x-лок. Значит, что он делает? Он встает в лист ожидания, блокирует, запирает этот лист ожидания, дождается того, что все intention локи существующие рассосутся, так скажем. То есть они будут транзакцией завершаться. Новые intention локи перестают грантоваться, потому что лист ожидания заперт x-локом. x-лок проходит, делает все свои дела и, соответственно, отпускает таблицу. Не происходит ни дедлоков, ни ничего такого. Ну, дедлоки теоретически все равно возможны, но тривиальных дедлоков не происходит. Вот. Тут можно увидеть, что, допустим, шар-идлок на всю таблицу, он несовместим с intention-exclusive локами. Ну, это очевидно. Если мы хотим прочитать всю таблицу, то нам нужно дождаться, что все транзакции, которые модифицируют индивидуальные записи, они уже завершились. Вот примерно так это работает. Вот. Ну, и основной ключ к пониманию intention локов – это понимание, что хотя бы концептуально этих таблиц несколько получается. Вообще, на практике несколько таблиц ожидания, таблиц локов не делают. Просто ключ вот в этой хэш-таблице его расширяют. То есть здесь у нас, как мы говорили, там, допустим, ID таблицы, ID ключа, да? А можно ключ расширить еще больше. Добавить тип лока. То есть, ну, как бы не тип лока, а гранулярность лока. То есть здесь будет гранулярность, допустим, как одна из составляющих ключа, с которым ассоциирован лок и лист ожидания. То есть у нас гранулярность может быть таблица, страница, строка. Это может быть буквально пара бит в ключе. И дальше уже идет, собственно, ID объекта и ID там конкретного ключа. Вот. За счет этого мы получаем одну таблицу всего лишь. Профит от одной таблицы в том, что, опять же, все алгоритмы поиска дедлоков, им не надо бегать по куче таблиц. Им, значит, можно работать с одной таблицей. Да, вот на этот раз совсем последнее про локи. Значит, как я уже сказал, один из способов работы с диапазоном значений, это просто брать локи на более крупные объекты. Мы берем, допустим, мы прочитали всю страницу, мы взяли лок на страницу, да, и освободили лок на индивидуальные строки. Ну, еще раз. Получается, этих intention локов, ну, уровней их тоже несколько? Да, их может быть много уровней. А самый последний, то есть это просто X или S лок, это на всю базу? На всю базу, да. Вот, значит, вот, соответственно, один из способов обеспечить блокировку большого числа объектов, это intention локи. Но тут есть все равно, значит, одна ловушка. Предположим, что мы, у нас запрос из базы данных, типа, давайте прочитаем все значения между, там, 10 и 100, да, а реально в базе данных может быть, там, десяток значений в диапазоне 10 и 100. И мы можем взять intention локи на все физические объекты, на страницы, на строки, там, или реальные локи можем взять. Но как нам залочить несуществующие значения? Те значения, которых нет. А для обеспечения того же repeatable read, да, уровня изоляции, нам нужно сделать так, что если мы в одной и той же транзакции, прочитаясь, выполнили запрос два раза, то он вернул одни и те же данные. Если между двумя выполнениями кто-то вставит новые данные, которых раньше не существовали, а никто их не залочил, ничего, то есть они просто тупо появятся во втором запросе. Соответственно, наша задача еще уметь лочить несуществующие данные. Для этого используется такая называемая техника гоплоков, когда мы в локтаблице содержим не один ключ, а минимум и максимум, да, то есть вот два ключа фактически участвуют в таблице блокировок. Это нельзя представить в хэш таблице, чаще всего это представляется как дерево отрезков, вот, но дерево отрезков это можно представить как красно-черным деревом и любым АВЛ деревом, то есть реально это все равно ассоциативный некий массив, просто в этом массиве помимо поиска по нижней границе интервала, можно еще всегда понять, как бы какая верхняя граница, да, то есть локи на один ключ, они представлены как в этом дереве отрезков точкой, то есть они точно так же представимы. Вообще, на самом деле, очень много существует попыток покомпактно представить локтаблицу, некоторые представляют локи битовыми флагами в кэше вендоры, некоторые отдельно в отдельной таблице, там есть плюсы-минусы разных подходов. Соответственно, такие локи, которые лочат целый диапазон, называются обычно gap-локами, потому что gap это дырка, да, то есть они умеют закрывать от модификации даже дырки, не только существующие значения. Ну и конкретный подвид gap-лока, это infinum-extremum-loki, они лочат верхние и нижние границы диапазона, то есть от минус бесконечности, допустим, до самого маленького значения. Ну, допустим, это нужно, если мы делаем чтение из таблицы, меньше, там, найди мне все значения меньше единицы. Понятно, что там может быть 2-3 значения меньше единицы, а дальше нужно залочить весь отрицательный диапазон. С локами и с дедлоками есть достаточно неприятная ситуация, что не все, так сказать, йогурты одинаково полезны, не все локи одинаково востребованы, все рекорды одинаково востребованы. И естественным образом появляются рекорды или объекты, которые лочатся более чаще, более востребованы большим числом транзакций, чем остальные. Это так называемые ходспоты. То есть ходспот, горячая точка, это объект, который очень часто требуется залочить. Вот инфином и экстремом локи очень часто становятся ходспотами по своей природе, потому что они лочат, с одной стороны, не существующий объект, но с другой стороны, в достаточно частном числом случаев этот объект нужно залочить. Соответственно, очень часто, допустим, в том же MySQL в продакшене видишь ситуацию, когда, соответственно, совершенно буквально что-то не полгода назад один крупный платежный проект, вот эти виртуальные деньги, лежал несколько часов, потому что деградировала резко производительность. И произошло это следующим образом. Значит, некий скрипт, который выполнял, на самом деле, очистку базы, делал селект из базы в шарод, селект в специальном режиме, который брал инфином лок. И этот селект, за счет того, что он брал инфином лок, предотвращал вставку в базу новых значений. Раньше скрипт выполнялся достаточно редко, а, соответственно, после того, как там совершенно какие-то незначительные произошли изменения, то ли в расписании выполнения этого скрипта, то ли в самом тексте скрипта, то есть кто-то изменил, не особо подумав, именно сам запрос, то есть он стал просматривать большее число строк, и скрипт стал выполняться дольше. Коробочка переполнилась, и она стала переполняться, так сказать, эффекты всего этого мы часто не видим, то есть для того, чтобы докопаться до такого совсем низкого уровня, нужно сначала пройти через множество слоев приложений, которые по загадочным причинам начинают тормозить, то есть все в целом внезапно стало работать гораздо медленнее. Это эффект в целом в теории массового обслуживания, это называется эффектом насыщения, когда система массового обслуживания близка к насыщению, то ее производительность может деградировать. Вот этот эффект, его можно рассмотреть как с точки зрения увеличения количества дедлоков, что мы сделаем отдельно, то есть мы рассмотрим, насколько сильно вероятность дедлока зависит от интенсивности использования данных в СУБД и распределения этих данных. Оказывается, что зависит довольно сильно, значит, как степенная функция в третьей степени. И в целом, чем больше у нас объектов используется в один момент времени, тем больше у нас все эти таблицы, тем больше у нас overhead на вставку в таблицу, на удаление из таблицы, на манипуляцию из таблицы, на поиск дедлоков. То есть вот этот эффект насыщения, который мы в принципе не привыкли не учитывать, когда рассуждаем о таких системах, как СУБД, мы рассмотрим отдельно на следующей лекции.